Добрый день! В этом коротком видео я познакомлю вас с Fieldwire – приложением для полевого управления в строительной отрасли. Fieldwire – это мобильное приложение для работы онлайн и офлайн, включающее платформу для обмена документами, где вам доступны чертежи и файлы с опцией совместной работы, а также систему управления задачами. Кроме того, вы можете использовать Fieldwire для ведения перечня доработок, отслеживания хода работ на площадке или для составления расписаний. Давайте начнем! Зайдя на Fieldwire, вы попадаете на страницу вашего проекта. У меня, например, их много, а многие из вас начнут с одного пробного или пары, и все они будут легко доступны, в какой бы проект вам не потребовалось зайти. Особенно это удобно для субподрядчиков, они часто работают по нескольким проектам. Но сегодня я покажу только мой пример проекта, и это D&K Incorporation. Итак, что нам здесь открывается? Слева вверху вы видите все доступные нам вкладки. Это наш раздел «Меню», и здесь же сверху имя проекта. Это меню останется неизменным на протяжении вашей работы в Fieldwire. И со смартфона, и с планшета всю информацию можно найти здесь. Но первое, о чем я хочу рассказать, это вкладка «Планы». Здесь я могу упорядочить мои планы и помещать их в различные папки. Например, как здесь, по различным дисциплинам. Есть также система ярлыков, то есть можно отметить проект ярлыком и далее фильтровать по нему. Например, сейчас я ищу чертежи по зданию 1, и теперь мне выйдут все чертежи, относящиеся к зданию 1. Это действительно облегчает работу, особенно когда имеешь дело с проектами, предполагающими тысячи чертежей. Система папок и фильтр поиска планов поможет вам найти нужный план. Представим, что вы начинаете новый проект, и вам нужно загрузить планы или обновить существующие версии. Вам нужно лишь нажать «Добавить новые планы», где уже есть интеграция с Box и Dropbox, откуда вы сможете загружать свои планы. А можно, как и раньше, загружать файлы с компьютера. Я могу перетащить файлы сюда, на платформу Fieldwire, и начать их загрузку. Я также могу загружать файлы с жесткого диска через имеющиеся файловые системы. Как только я перетащил чертежи, я нажимаю «Загрузить», и Fieldwire начнет загрузку. Таким образом, мы начнем обрабатывать чертежи и далее перейдем к присвоению им названий. Здесь все мои планы с именами, которые им присвоил Fieldwire. Что мы делаем дальше? Сканируем полностью все разрезы и считываем всю информацию с планов. Также мы сканируем нижний правый угол, чтобы оттуда взять название плана. Здесь, например, Fieldwire автоматически назвал план А2-011. Давайте посмотрим на выносные элементы этого плана. Найдем сноску на А3-011, то есть вспомогательный чертеж, прикрепленный к данному плану. Здесь была создана автоматическая ссылка на чертеж, по которой можно перейти прямо из плана. Я перехожу, изучаю чертеж А3-011, а если мне понадобится вернуться, я перейду к исходному плану. Это удобно, потому что помогает быстро добраться до других чертежей, которые редко бывают под рукой. Но теперь, благодаря Fieldwire, если на вашем устройстве загружен данный проект, эта информация становится легко доступной для всех участников проекта. Еще одна опция активируется, если система присвоения имен видит, что чертеж является обновленной версией предыдущего. Система спросит вас, является ли чертеж новой версией, и далее объединит все версии чертежа для вашего удобства. То есть мы наложим листы и перенесем все пометки на новую версию, но позже вы всегда сможете открыть старую при необходимости. Здесь я вижу мою предыдущую версию, а рядом водяной знак, подсказывающий, что это старая версия данного чертежа. Я могу также при желании сравнить чертежи посредством их наложения. Нажимаю «Сравнить» и выбираю разные версии. Я могу изменять этот план, используя чертежи различных дисциплин. Например, наложить структурный план на архитектурный, если захочу. В этом примере я использую только две различные версии. Вы видите, что у меня есть возможность накладывать их, двигать, если нужно выровнять. Здесь они уже выровнены, так что единственное, что мне требуется сделать, это нажать «Сравнить». Мы заметим, что появилась красная точка рядом с новым планом и синяя рядом со старым. У меня здесь много всего, много пометок. Сейчас я удалю часть из них, чтобы было лучше видно. Итак, красные и синие цвета отражают изменения, которые происходят при работе над проектом в разных версиях чертежа. Например, эти стены были добавлены в новой версии, а эти были убраны. Все, что осталось неизменным, будет показано в сером и черном цвете. Так что вы заметите, что некоторые из стен совсем не меняются. Удобство такого сравнения состоит в том, что его можно выгрузить, когда закончите, и использовать при выполнении согласованных изменений. Здесь в правом верхнем углу есть иконка в виде глаза. Отсюда очень удобно включать или отключать пометки, чтобы видеть только оригинальный план. Вы можете выбрать, какие из меток выводить на экран, а какие спрятать. Это слои, о них мы поговорим позже. Но уже сейчас вы понимаете, что через эту иконку вы можете очистить план от пометок. Я возвращаюсь к чертежу, он все еще находится в режиме сравнения. И далее иду обратно к основной версии чертежа. Давайте взглянем на панель инструментов слева. Они позволяют делать различные пометки в Fieldwire. Верхняя кнопка откроет полноэкранный режим и покажет план в полную страницу. Можно использовать кнопки масштабирования или прокручивать мышкой, чтобы приближать и удалять. Далее у нас инструменты разметки, но мы пока их пропустим и быстро перейдем вниз. Здесь у нас есть различные цвета, которые вы можете использовать для пометок. Можно выбрать один из десяти цветов. А ниже расположены инструменты редактирования, чтобы менять уже существующие пометки. Например, эта кнопка позволит вам перемещать пометки на плане или менять их размер с помощью точек. Кнопка корзина используется, когда нужно удалить пометки. После удаления с помощью кнопки вернуть я могу восстановить любую из удаленных пометок. По кнопке вернуть. Если вы покидаете страницу, а затем возвращаетесь и хотите вернуть удаленный элемент, то информация сбрасывается. Имейте это в виду. Если вы хотите менять или удалять пометки, вы можете кликнуть правой кнопкой на любую из них в плане. У меня выделена одна из пометок. Я могу зайти в нее, посмотреть детали, продублировать, сдвинуть, изменить размер или удалить. Это применимо ко всем пометкам на платформе. Детали пометок будут отличаться в зависимости от их настроек. Мы сможем менять цвет, толщину линий, прозрачность. Что действительно здорово. Есть информация о том, кто добавил пометку. Можно также посмотреть историю изменений, если пометка кем-то редактировалась. Эта информация особенно полезна в работе с чертежами, которые требуют правки или коррекции по факту. Зная, кто делал правки и пометки, вы сможете обращаться к соответствующим сотрудникам за информацией. Вы сможете также делать измерения на плане. Измерить область, замерить расстояние по прямой. А этой кнопкой сможете калибровать до нужного размера, как это обычно делается с масштабом. Сделаем быстрое измерение области в качестве примера. Я зажимаю shift, чтобы получить правильный угол и быть уверенным, что ничего не искривляется. Закончив с углами, я делаю двойной щелчок и вижу, что площадь области 88 квадратных футов. Кроме того, вы можете добавлять текстовые блоки на планы. Например, я хочу добавить текстовое поле здесь, рядом с выделенной областью. Напишем, например, стена завершена. Далее пойдем в размеры шрифта. Сделаем шрифт крупнее, чтобы все могли увидеть и прочитать. И далее, если мы хотим зеленый цвет, то я иду в детали и меняю цвет. Я могла бы сделать то же самое из панели инструментов, но если я пропустила там, то могу сделать это отсюда. Далее можем добавить стрелку, которая будет указывать на то, какая именно пометка сделана. Я могу использовать различные формы. Например, обвести зону облаком определенную часть стены. Форм много. Квадрат, круг, треугольник, многоугольник. Линиями можно делать стрелки. Вы это уже видели. Линия может быть сложная для обведения сложных участков на чертеже или прямая. Линии используются и для выделения элементов, как маркер. Они могут быть произвольной формы. Давайте сделаем это здесь. Выделим часть стены. И теперь у нас здесь есть целый светофор. Красный, желтый, зеленый. Многие наши подрядчики пользуются цветами, чтобы отражать определенный прогресс в работе. Так что это действительно отличный инструмент для мониторинга хода работ. И помните, что каждая пометка, сделанная вами на платформе, будет доступна всем участникам проекта. Так что коммуникация становится прозрачной. Я выйду из полноэкранного режима и вернусь в нормальный режим. Есть еще два инструмента на панели инструментов, о которых я хочу рассказать. Один из них – гиперссылки. Fieldwire автоматически создает ссылки на детальные чертежи. Но я всегда могу добавить новую ссылку, если нужно. Допустим, я хочу, чтобы для этого участка моя команда опиралась на структурный план. Я ищу нужный чертеж, выбираю его, и теперь я уверена, что мои коллеги увидят эту пометку и, перейдя по ссылке, смогут открыть нужный чертеж. Еще я могу добавлять на план фотографии. Я уже загрузила парочку и могу сейчас кликнуть на них. Как только к плану добавляются фотографии, все участники смогут их просматривать. Смогут они также добавлять свои снимки и смотреть историю опубликованных фото. Они могут увидеть, кем загружено фото. Или посмотреть историю проекта и его прогресс в фотографиях. Такие снимки делают работу нагляднее. Они доступны всем сотрудникам при просмотре плана. И последнее, что я могу добавлять, это fire. Например, загрузить запросы, техническую документацию. Скажем, я хочу, чтобы в работе над этим помещением моя команда опиралась на определенный документ. Я ищу его в списке. Пусть это будет каталог дверей. Теперь я знаю, что, заходя в эту область на плане, мои коллеги увидят этот файл, который можно просматривать и использовать в работе. Мы обсудили все метки, кроме одной – заданий. Но о ней мы поговорим позже. Давайте остановимся и посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Как выглядит экспортированный чертеж? Он содержит все сделанные пометки. Все, что мне нужно сделать, это нажать «Actions», выбрать «Update PDF», то есть обновить все сделанные пометки. Далее я могу выгружать планы по одному, либо сразу несколько. А могу выбирать всю папку и выгружать ее целиком. Для этого опять идем в «Actions», «Export». Я не буду говорить обо всех функциях сегодня, но если у вас есть время, понажимайте здесь различные кнопки, поиграйте с ними. Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать нам через форму внизу или в службу поддержки, посетить наш сайт поддержки, нажав меню «Help». Там же есть много статей, которые расскажут о других возможностях. Отличный вопрос о выгрузке – это часто используемая опция. Она для наших премиум-пользователей. Имейте это в виду. А сейчас мы перейдем к компоненту заданий. Здесь в «My Tasks» выделены только мои задания, а «All Tasks» – это все задачи проекта. Вы видите, как справа поменялся список. Ниже пошли задания по различным видам работ. На плане видно много разноцветных значков. Это и есть наши задания. Давайте быстро зайдем в одно из них. Различные цвета означают статус задания. Например, голубой означает, что задача уже подтверждена, а оранжевый – что смежная задача еще в работе. Дальше ведется коммуникация. Здесь сначала был добавлен чек-лист, а в процессе мы обменивались файлами, необходимыми для работы, чтобы сотрудники могли быстро их найти. А также прикрепляли фото с пометками. Сейчас я покажу процесс создания чек-листа, из полной версии программы. Прежде всего, нужно добавить задание на плане. Например, этой зеленой области, которую я только что закончила, нужна заключительная инспекция. Назовем ее «Окончательная проверка помещения». И текст, который я ввожу здесь, сразу становится заголовком задания. Затем у меня есть различные атрибуты, которые определяют статус или уровень текущей задачи. Вы заметите здесь разные цвета. Есть три уровня срочности. Они показывают срочность, приоритет задачи. Это не такая значительная задача, поэтому я присвою ей приоритет 2. Вы видите, что тут она уже выполнена и подтверждена. Когда задача создается, кто-то может ее выполнить, но только сотрудник с доступом администратора может подтвердить, что задание выполнено соответствующе. Так что не все могут увидеть эту кнопку «Подтвердить». Я оставлю приоритет 2. Так как это инспекция, я выберу категорию «Отделочные работы». Вы видите, что у меня тут уже есть разные категории. Вы можете сами их настраивать под нужды вашего проекта. Или согласно тому, что вы, субподрядчик, генподрядчик или собственник, хотите отслеживать с помощью задач. Категории, показанные здесь, по ним можно фильтровать. Есть и другие фильтры, но мы поговорим о них немного позже. Категории – это действительно главный способ присвоить задачи, поясняющие значения, помимо что кому адресовано и к какой группе проекта относится. Уполномоченный – это участник проекта, который отвечает за данную задачу. Я выберу здесь «Эмбер». Она заходит с iPad, и я покажу попозже, как имена и какое уведомление она получает. Мы видим отметку задания на плане, а ниже ярлыки – еще один способ фильтровать задачи. Тут мы присвоим ярлык «Проверка». Теперь, если я захочу искать эту задачу среди всех заданий проекта, я могу это сделать по ярлыку и локации. Например, «Здание 1». Вы можете предварительно ввести все локации по вашему проекту во вкладке «Настроек», чтобы сотрудники выбирали из уже ранее заданных. Выбираем здесь, а позже можно их добавлять. Можно добавить также даты начала и конца задачи. Эта проверка должна закончиться к следующей среде, то есть у нас есть два дня на проведение проверки. Далее есть поле «Трудозатрат». В предыдущей задаче вы видели добавленный чек-лист. Здесь мы можем создать новый, «New Checklist» или выбрать из ранее загруженных чек-листов для проекта. Я ищу чек-лист «Перечень замечаний» «Permit Punch List». Открываю его. Именно его, потому что мне нужна окончательная инспекция помещения. Смотрю, какие в нем есть пункты и публикую его в задаче. Так что теперь мне полностью ясно, как выполнить эту задачу. Также я могу оставить комментарий, например, «Сделать к следующей неделе». Таким образом, я веду коммуникацию с Эмбер о данном задании. Здесь же могу прикрепить файл, например, тот самый каталог дверей, который мы добавляли ранее. Теперь у Эмбер есть этот каталог, и она может им пользоваться во время приемки. Есть ли у кого-то вопросы по коммуникации и тому, что происходит в задачах? Отличный вопрос. Как мы уже говорили, здесь все связано и все синхронизируется через облако. Поэтому на плане эта задача будет видна всем. Но так как ответственной назначена Эмбер, то только у нее будет доступ к самой задаче, и только она увидит ее в моих заданиях. Это что касается компонента обмена сообщениями. Я обращусь к нашему iOS-планшету. На ваших планшетах и смартфонах все будет выглядеть примерно так же. Здесь мы видим уведомления для Эмбер, срок выполнения до следующей недели. На них можно нажать и перейти в задачу. Она откроется полностью со всеми параметрами, в том числе значок «Локализация на плане». Можно на него щелкнуть и посмотреть, к чему задача относится. Здесь же на плане мы видим ранее добавленный чертеж. Можно нажать на него и перейти по ссылке. Здесь есть также различные документы. Я могу их открывать и просматривать. Вы сейчас видите, как быстро и легко они загружаются. Пользователям нравится, что нет задержек в работе. И еще здорово то, что после синхронизации с вашими интернет-ресурсами и загрузки данных информация доступна офлайн. Можно добавлять файлы без подключения к сети и работать с ними офлайн. Когда вы снова окажетесь на линии, данные автоматически синхронизируются. Эмбер смотрит задачу. Она проходит по всем пунктам, одобряет, но стены неровные и не прошли проверку. Поэтому можно спуститься ниже в задачу и записать голосом «Проблема со стеной». Вернуться и сделать фотографию проблемного участка. Записать 7-секундное видео, если нужно, или фото 360 градусов. Далее Эмбер может обвести проблемную зону. Она может выделить эту область, указать на нее стрелкой, или даже добавить измерения. Например, она сделала замеры и теперь точно может сказать «Внимание! Проблема со стеной 4 фута от угла. Проверьте!» Таким образом, вся информация аккумулируется в задаче. Если далее потребуется что-то добавить, мы используем кнопку «Плюс». Можно добавить смежную задачу, которая связана с текущей. Можно добавить файл. Мы уже об этом говорили и добавляли каталог дверей. Можно добавить чек-листы из базы, которую мы ранее тоже смотрели. Нужно выбирать подходящий по назначению. Вся эта информация доступна онлайн и офлайн. Можно также добавлять вручную надписи. Это удобно для проставления подписи. Также есть опция «Добавление части плана», с которой можно работать отдельно от целого плана. Выбираем участок, сохраняем его и обводим ту область, которая относится к нашей задаче. Так что информации для работы здесь очень много. Все то, что раньше обсуждалось в сообщениях и по имейлам, теперь находится здесь, на платформе и снабжено подсказками, напоминаниями и фотографиями. Теперь коллеги могут пользоваться всей этой информацией, связанной с задачей, и фильтровать по ней. Сейчас мы в мобильной версии. Вкладка «Задания». Панель инструментов выглядит похожей на то, что мы видели в полной версии. Например, раздел «Мои задания». Тут есть различные категории. Мы сейчас в аккаунте «Эмбер» и видим задачи, для которых она уполномочена. Здесь «Эмбер» может просматривать свои задания, смотреть их историю, войти во вкладку «Планы», чтобы изучить различные чертежи. Здесь мы можем посмотреть, например, архитектурные планы. Мы уже заходили в них ранее. Здесь «Эмбер» также может увидеть различные задачи и все добавленные на план метки. С помощью иконки в виде глаза, о ней мы уже тоже говорили, метки можно удалять и просматривать план целиком. Можно зайти в более раннюю версию плана, тогда появится соответствующий водяной знак. Как видите, есть много удобных опций и в мобильной версии. Она бесплатна, так что попробуйте поработать с ней, и вы убедитесь, как много здесь полезного, как ясно и просто все решается в мобильном устройстве. Если я возвращаюсь в офисную версию, то вижу, что данные от «Эмбер» уже были синхронизированы, так как я была онлайн. Все, что добавила «Эмбер», отражено здесь. Фото, чек-лист. Это коммуникация в реальном времени. Особенно, если вы на смартфоне с доступом в интернет. Синхронизация происходит мгновенно в процессе добавления информации. Под вкладкой «Задач» в офисной версии у вас будет другой вид. Вы сможете видеть различные приоритеты, какие из задач уже выполнены, какие одобрены. Вы сможете перетаскивать их между разделами. Например, эти неприоритетные задачи перетащить в несрочные. Я могу закрыть некоторые задачи, подтвердив их выполнение. Потом посмотреть, что уже сделано, что просрочено, что стоит на сегодня, что уже в работе. Всю эту информацию можно представить и в виде графика, которым можно оперировать. Вы можете перетаскивать, перемещать задачи, сортировать различным образом, например, по локации или дате старта-окончания. Так что я могу видеть всю работу по данному объекту. Еще удобно, что вы можете фильтровать эти задачи, если нужно. Я могу использовать фильтры в любом режиме просмотра. Здесь очень помогают атрибуты. У нас были проекты, которые насчитывали 50 тысяч задач и использовали систему ярлыков и категорий, чтобы искать информацию и создавать отчеты, следить, какие задачи нужно выполнять. Например, я хочу посмотреть текущие задачи Эмбер. Здесь я могу посмотреть ее список и посмотреть его также в режиме графика, чтобы увидеть ее расписание и реальную картину, насколько она загружена. Вы можете использовать фильтры с различными целями. Например, для составления отчетов. Можно убрать все фильтры, снова выйдут все задачи и далее жмем кнопку «Сделать отчет» и создаем его в формате PDF или CSV. Я выбираю один из ранее созданных типов отчета, отмечаю, что включить в него и как сортировать, применяю фильтры, например, выбираю задачи, которые хочу видеть в отчете. Затем я могу настроить отправку по электронной почте, не только пользователям Fieldwire, или отправку по расписанию. Когда у меня есть все данные с Fieldwire для отчета, я могу сохранить его и отправить коллегам. Первый отчет, который я покажу, это сводный отчет. PDF-отчет брендируется, содержит название проекта, логотип компании, далее идет список задач, а в конце – планы. Так выглядят сводные отчеты. По сути, это списки задач. Детализированный отчет оформляется аналогичным образом, но содержит и дополнительную информацию, которую мы добавляли к задачам. Чек-листы, фото, файлы – все это будет в виде рабочих ссылок. Также будет проставлена отметка о том, когда были сделаны фото или велась коммуникация. Есть значок на плане, показывающий, к какому участку относится задача. Экспортируемый отчет доступен и в формате CSV. Он содержит ту же информацию, но позволяет вам самим работать с файлом и редактировать его. Вот такие отчеты доступны на Fieldwire. Этими документами можно делиться, их можно скачивать. И быстро пройдемся по оставшимся разделам меню. «Фотографии». Отсюда вы управляете всеми фотографиями. На них всегда показывается дата создания. А открыв фото, мы видим уже знакомые атрибуты и опции редактирования. С помощью этой кнопки, например, мы можем посмотреть, где была сделана фотография, к какой задаче она относится и на каком плане расположена. Пользуйтесь, это удобно. «Формы». Здесь вы сможете создавать и просматривать бланки ежедневных отчетов, проверок и так далее. Открывайте уже существующие или создавайте новые. Заполняйте поля, сохраняйте, скачивайте и фиксируйте в этих бланках проделанную работу. «Файлы» — это все документы, о которых мы говорили. Спецификации, запросы, каталоги. Все, что помимо плана важно для работы вашей команды. Для всех добавленных к проекту файлов есть ссылки на участок плана, к которому относится документ. «Люди» — это все сотрудники, занятые на проекте, то есть все те, кому вы можете направлять задачи. У каждого свой уровень доступа. Когда будете на этой страничке, понажимайте, чтобы посмотреть, какие бывают уровни доступа. И теперь «Настройки». Их видит только администратор. Отсюда можно менять имя проекта, задавать адрес, локацию, задействованные подразделения, обновить лого компании, чтобы оно отражалось на отчетах и управлять отчетностью с различных локаций. Здесь тоже много полезной информации. Пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Наше время подходит к концу, так что я оставлю немного времени для вопросов. Отчеты — это способ получения информации. Так, если вам нужны данные о задачах для использования их вне Fieldwire, вы генерируете отчет. Если вам нужны ваши чертежи, то переходим в раздел «Планы». Например, нужны все фактические планы проекта. Отмечаем все чертежи. Кнопка «Экшенс», выбираем «Экспорт». И теперь система отправляет вам email с zip-файлом, в котором содержатся все планы. Таким образом, вы получаете информацию о планах с Fieldwire. То же самое применимо и для файлов. Можно ли делать сразу несколько задач, копировать их или создавать повторяющиеся задачи, как, например, с проверками? Отличный вопрос. Многие контролеры качества очень любят эту опцию. Мне нужно всего лишь зайти в задачу, например, в эту проблему. Открываем ее. Здесь есть различные чек-листы, параметры. Щелкаю правой кнопкой, нажимаю «Duplicate» и далее помещаю новую задачу в нужную мне область. При этом копируются все метаданные, различные чек-листы, все, кроме обмена сообщениями и фото. Я могу открыть новую задачу и направить ее другим сотрудникам, которые смогут открыть ее и посмотреть всю информацию. Итак, это все вопросы на сегодня. Всем большое спасибо. Благодарю всех за участие в вебинаре. Знайте, что мы всегда рады помочь вам. Если у вас остались вопросы, не забудьте связаться с нами здесь, ниже есть форма контакта. Посетите нашу страничку поддержки или пишите нам на почту support.fieldwire.com Еще раз большое спасибо и отличного вам дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!